Всем привет! У нас снова время нам поготовить. Многие, наверное, видели в магазинах и рынках своего города вот такие вот интересные штуковины с непонятными надписями. Это афганская скороварка. Отличается она от нашей советской практически ничем. Загружай и готовь. И сегодня будем в ней готовить баранину. Готовить мы будем блюдо под названием хашлама. Основной ингредиент это у нас баранина. У меня на ребрышках мясо. Картофель, лук, морковь, перец красный желтый, кинза, немного паприки. За специи будет отвечать у меня уже готовая аджика домашняя. Еще есть секретный ингредиент. Это светлое пиво. КОНЕЦ 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 Мы нарезали. Баранина у нас уже приговорена. По технологии казан мы помыли. Обжигать его вроде не надо на костре, как обычные казаны. На дно мы укладываем наш лук, порезанный крупными шайбами. Ну, я про порции точных не знаю. Так, примерно. Потом мы немного посолим. Лук мы с вами уложили. Напоминаю, что у нас сегодня баранина, но можно использовать и, в принципе, говядину. Я, к сожалению, перепутал пакет с мясом и взял ребрышки. Я думаю, конечно, это в сути не поменяет, но мяса хотелось бы больше. А так у нас будет больше костей. Укладываем плотненько. И сейчас будем мы наше мясо обмазывать моей фирменной секретной аджикой, которая... О, аромат непередаваемый. Никаких больше специй дополнительных не надо, потому что остованы здесь перец, томат и хмель из сунеля. Небольшое количество на слой мяса мы кладем. Потом укладываем еще слой мяса. Главное равномерно распределить все свои и забыть не про один наш продукт, потому что после мяса у нас еще будет... Пойдет очередь перчика, морковки и сверху будет у нас закрывать все дело картошкой. Все плотненько раскладываем. Мясо по рецепту на этот казан я прочитал то, что нужно килограмм 200, но по факту мне кажется, у меня тут всего 2 килограмма. Я думаю, сегодняшние гости, которые ко мне приехали, которые тебя будут этим кормить, будут только рады. Мясо пойти больше. В общем, рецептура у меня приблизительно оригинальная, приближена к оригиналу. Так, пускай оператор покажет, что у нас получилось здесь. Теперь мы здесь укладываем перец. Овощи укладываем мы в самый верх, потому что здесь будет наименьшая температура. Хотя по физике весь жар скапывается вверх, но у нас здесь обогрев снизу, поэтому непонятно. Пишите в комментариях, где больше жара, снизу либо сверху, кто у нас в физике силен. Дальше мы укладываем морковку, которой в принципе не было в рецепте. Но раз я ее почистил, мы ее будем употреблять, я думаю, хуже от нее не будет. Морковка это зрение. Потом укладываем крупно порезанный картофель. Мельчить не стоит. У нас разварится и будет таким порционом. Все у нас хорошо, компактно получается. Наверное, я думаю, что мы еще посольим. Мясо я не солью. Вся соль и аромат специй у нас будет из этой аджики. Если у вас аджики нет, то конечно специи добавлять нужно. Иначе будет мясо просто такое не очень аппетитное. И в конце все это у нас моей нелюбимой кинзой. Но в рецепте надо, поэтому я добавлю. Вообще кинзу я не люблю и по желанию можно обойтись без нее. И настает самый последний момент. Это пиво. В рецепте написано светлое пиво. Можете обойтись без него. Будет вкус не такой насыщенный. Все-таки я решил попробовать по оригинальной рецептуре. Две бутылки на 10 литровый казан. Алкоголь он испарится. И это блюдо можно будет даже детям. Либо людям, которые алкоголь в принципе не употребляют. Все. Закрыли, помолились. Надежда на лучшее. Дальше мы завичим в нашу машину. Первый раз я которую использую. Страшно такие штучки на плиту ставить. Но здесь есть два клапана для спуска пара. И еще какой-то резервный предохранитель. Красная кнопка, на которую лучше не нажимать. Потому что это иранская пароварка. А иран и красная кнопка это вещи такие опасные. Мы не поймем. У нас кулинарный сегодня плохо. Мы о политике не будем шутить. Но шутка сама напрашивается. Все. Дальше наш афганский казан с красной кнопкой. Мы ставим на средний огонь. И через минут 20, когда у нас пойдет уже отсюда пар, газ убавляем и будем томить 40 минут. В принципе рецепт очень быстрый, очень простой. И 40 минут мне кажется для баранины это очень быстро. Кто ее когда-нибудь пробовал готовить, знает, что этот продукт достаточно сложный. Как и говядина, нужно ее долго тушить. Но пароварка позволяет ускорить этот процесс. Все. Ждем 40 минут. Будем открывать и пробовать. У нас прошло 15 минут на сильном огне. И уже пошли первые пузырьки наших клапанов. Я думаю сейчас газ нужно немного убавить. Поставить на средний. И ждем еще 30 минут. И будем выключать. Вот такая красота у нас получилась после часа приготовления и 20 минут остывания. Морковка готова. Картошка готова. Аромат непередаваемый. Аромат непередаваемый. Но самое главное нам узнать готово ли у нас мясо. Потому что по мне так часа было маловато. Но это все-таки чудо пароварка. Сейчас достанем кусочек и попробуем его разрезать. Я уже не можем камеру держать. В разрезе после часа готовки мы получаем вот такую вот красоту. Все пропеклось. Баланс. Специи соблюдем. Однозначно лайк. Афганскому газану. Будем пробовать готовить раньше и дальше. Попробую я в следующий раз плов в нем приготовить. Вещь в принципе прикольная. Весангвана быстро. Такое сложное мясо как баранина приготовилось за один час. Всем приятного аппетита. Всем спасибо. Пока.